В последнее время педиатры отмечают увеличение числа детей с отставанием в психофизическом развитии. Причин массы это могут быть нарушения одного или нескольких анализаторов, зрительного, слухового, двигательного, речевого, органическое поражение центральной нервной системы, деформации, хромосомные нарушения, а также могут отмечаться психические расстройства и расстройства поведения. У младенцев за безоблачной картиной происходит интенсивное развитие психических процессов и речи при условии нормального здоровья. Но не всегда можно увидеть отклонения от нормы. Сейчас резко увеличилось количество детей с отклонениями развития, и не знающие молодые родители могут просмотреть подобные моменты у своего малыша. Другой аспект. Если в семье появляется ребенок с проблемами в развитии, это увеличивает вероятность распада семьи. Крайне важно своевременно выявить у детей различные нарушения самых первых дней. Своевременно обратиться к специалистам за консультацией, чтобы выровнять ситуацию. О психологической помощи для самых маленьких узнаем у нашей гости в студии Дарья Панкратова, начальник отдела психолог Хабаровского Центра развития психологии детства «Псилогия». Доброе утро. Доброе утро. Что такое ранняя помощь? Ранняя помощь – это совместная деятельность вместе с родителями специалистов, логопедов, психологов и дефектологов. При этом я, наверное, вас удивила, почему же все-таки с родителями. Потому что мы, родители, будем обучать тому, как же со своими детьми все-таки обходиться, если все-таки у них обнаружены какие-то отклонения в развитии и в поведении. А с какого возраста? Сколько должно быть ребенку? Когда пора? Двери служб, в принципе, открыты от нуля до трех лет. При этом мы понимаем, что ранняя помощь – это такая деятельность по максимально ранней диагностике и максимально ранней коррекции какого-то дефекта, который будет выявлен, если он таковой есть. При этом ранняя помощь – это не только про развитие. Родители могут также обратиться за каким-то вопросом по воспитанию, по тому, как адаптировать ребенка в детском саду. Может спросить родитель любой вопрос, как же наказывать своего ребенка, чтобы не нанести непоправимый вред. Какие игрушки давать? Особенно это сейчас актуально, потому что очень много детей. На улицах я вижу маленьких детей в колясках, которые вот так вот смотрят телефон, и потом глазки в кучу, и, конечно, они потом будут являться, ну, скорее всего, нашими тоже посетителями. Какие первые сигналы должны произойти, чтобы родитель понял, что нужно обратиться? На что обратить внимание? Ну, смотрите, в целом там в раннем возрасте дети иногда развиваются по-разному. Кто-то побыстрее, кто-то помедленнее, но в целом все должно идти в норме с возрастными какими-то особенностями. То есть в этом может родителям помочь возрастная психология и ее знания. Ну, в целом обязательно обратиться в службу ранней помощи, если вдруг вы заметили, что ребенок не идет на контакт, или ему сложно идти на контакт с родителем, да, или с детьми где-нибудь, например, в детском саду или в песочнице. Ну, в общем, где-то, где он видит еще детей, да, он не идет на контакт. Либо идет отставание в развитии речи, в двигательном развитии. Вовремя не пошел, вовремя не заговорил. Если вдруг все было хорошо, а потом раз, и как-то резко стало все не так, как будто бы произошел некоторый откат. Если ребенок, ну, как будто бы он не умеет то, что умеют уже другие сверстники. В этом случае, конечно, нужно идти в раннюю помощь, и особенно если вдруг ребенок уже имеет ограниченные возможности здоровья, которые подтверждены психологом, медико-педагогической комиссией. То есть родители могут обратиться и туда. Либо если ребенок имеет инвалидность, это подтверждено медико-социальной экспертизой. Чем помогут специалисты службы ранней помощи? Они помогут родителю научиться выявлять определенные особенности в развитии, да. То есть специалисты ранней помощи в зависимости от того, где есть поломка, посмотрят, да, дефектолог, логопед, психолог, они будут работать с этим родителем по не только компенсации этого дефекта, но и будут обучать родителя, как же ему все-таки себя вести максимально эффективно в зависимости от особенностей и поведения ребенка в естественных жизненных ситуациях. То есть это обычные ситуации. Это сон, это еда, это игра, это гигиена. То есть задача, не то, что мы отдаем ребенка просто поиграться там с каким-то специалистом, да. Ну, как это вот часто бывает, да, сами пошли там к каким-то своим делам. Нет, это скорее будет про то, что специалист передает знания, контролирует то, как выполняют родители определенные задания домашние, да. Вместе с родителем они выстраивают план работы, обязательно будет выявлен какой-то запрос родителя, чего сам родитель хочет, какие он проблемы сам испытывает. Обязательно будет поддержка со стороны специалистов родителей, обязательно обсудим, какие успехи есть у детей, да, и ответим на все возникающие вопросы. А как занятия проходят? Это вот какая-то игра будет или какой-то диалог в каком формате? На самом деле, ранняя помощь – это не страшно. То есть когда родитель приходит со своим ребенком, ну, законный представитель, да, мы не выписываем, не вставим на учет, не выписываем какие-то справки, то есть мы не ругаем родителей, что они делают что-то не так, да. Занятия проходят в какой-то такой приятной атмосфере. Обычно кабинеты ранней помощи – это очень яркие, приятные кабинеты с большим количеством игрушек, с большим количеством материала различного, да, который необходим именно детям в раннем возрасте. И поэтому, конечно, здесь задача родителя немножко расслабиться, довериться специалистам, понять, что он самый главный человек в жизни своего ребенка, и все-таки ему хорошо бы научиться и иметь вот такой вот особый интерес к тому процессу, который будет здесь вот проходить. Прямо кабинет ранней помощи. Вот сейчас, возможно, кто-то из молодых родителей среди наших телезрителей смотрит это интервью и думает, а куда же обращаться? По каким же каналам? На территории Хабаровского края у нас действует 20 служб ранней помощи в различных районах. Они подведомственное министерство образования и науки. У нас при этом есть уникальный опыт, то есть школа-интернат-1, например, у них есть офтальмолог, который может посмотреть детей с нарушением зрения. Школа-интернат номер 2, они могут посмотреть детей с нарушением слуха. Там есть лор и сурдолог. В целом, люди, которые хотят посмотреть, нормотипичное ли развитие своего ребенка, получить какие-то консультации по поводу воспитания и так далее, да, своего ребенка, они могут обратиться в любую службу, которая им удобна, по месту жительства. Список и реестр этих служб, он есть у нас на сайте «Псилогия». Пожалуйста, на главной страничке раздел «Ранняя помощь», «Документы», и там вот есть этот реестр. То есть прямо можно посмотреть улицу, место, телефон и обратиться туда. Да, спасибо вам большое. У нас тоже на экранах сейчас были и номера телефонов, и сайт. Надеюсь, вы успели подметить. Я напомню, что у нас в гостях Дарья Панкратова, начальник отдела «Психолог» Хабаровского центра развития психологии и детства «Псилогия». Хабаровского центра развития психологии и детства «Психология»